Здравствуйте, друзья! Хочу разобрать бойца, но буду разбирать они полностью, хочу только осевой винт раскрутить, посмотреть, что же там происходит. Вы поймите меня, Василис, тихо! Вы поймите меня правильно, что меня все устраивает. Просто хочу посмотреть, что же там, как сделано. Ну и может быть что-то шлифануть. Так, то есть вот раскрутили винт. Вот такая вот гайка, видите, проточена с одной стороны, что можно поставить только в одно положение. То, что здесь вот под торкс, под восьмерочку сделано, оно особой роли не играет, так как вот эта проточка, она все равно не даст никуда двинуться. Так, ну, вытаскиваем клиночек. Так, что тут у нас есть? Две шайбы. Василис. Так, шайбочки бронзовые. И одна, и вторая. И посмотрите, как достаточно аккуратненько обработано, посмотрите. Все так неплохо. Все чистенько. Гладенько. Ну, сейчас я немножечко раз разобрал все-таки. Напасть-то отшлифую. Но в целом все замечательно. Ну, давайте глянем вот здесь, что у нас здесь происходит. В принципе, все хорошо. Что, шлифуем по всем правилам. Сначала на самом мелком, что у меня есть, камушки ланские. Смотрите, как моментально, видите, вот желтая появилась. Ну, и так, буквально-таки чуть-чуть, вот. Шлифанем. Ну, а теперь на пасте. Сначала на серой, а потом на белой. Теперь немного на белой пасте. Ну, повторяюсь еще раз, что делаю это просто из любви к искусству. Никакой реально необходимости в этом не было. Все открывается достаточно легко. Клиночек летает. Ну, захотелось мне посмотреть. Это так все ругают китайцев, что ой-ой-ой. Внешний вид ничего, а то когда ничего внутрь застрелиться хочется. Вот решил, я посмотрел все своими глазами. Теперь точно так же, вроде интересно, немножечко шлифану вот эту заднюю часть. В принципе, от моих манипуляций ничего не меняется, как мне кажется. Что и так достаточно хорошо отшлифовано. Но шлифану. Я когда буду нож собирать, я, наверное, даже не буду на фиксатор резьбы сажать. Вот этот винт осевой. Просто хочу посмотреть, как он будет себя вести, если его ни на какие фиксаторы не сажать. Как долго он протянет. Ну что, протираем клиночек. Мне кажется, ничего особо не изменилось. Ну и попробуем теперь собрать все это дело. Так, вот так вот вставляем. Есть у меня хорошая маслица, браунская, если я капну. А здесь вот на все. На все узлы и механизмы. Так, ну, поехали. Вставляем. Раз. Вставляем шайбу. А, все-таки на камеру это... Не просто собирать это все. Но сделаем так. Если на камеру не будет получаться собирать, тогда я камеру отключу и буду собирать так, как привык. Так, клиночек. Клиночек тоже маслом со всех сторон смажем. Поджарим. Так, чуть-чуть вытащим. И теперь вставляем вторую шайбу. Шайбочки бронзовые. Это уже плюс. Это не то, что второпласты еще с ним. Ага. Вот вторая шайбочка. Пролазит не хочет. Так вот первая. Сейчас придется ее чем-нибудь туда протолкнуть. Ага. Процесс пошел. Все-таки, ребят... Мне достаточно понравилось. Господи, что-то достаточно. Мне реально понравилось, как все это здесь собрано. То есть все сами видели. Все чистенько, все смазано, все отшлифовано. Все отшлифовано. Вот мои все эти шлифования, это было больше понты. Теперь осталось только все это аккуратно. Шайбочку поставить, чтобы не согнуть ее. Надеюсь, что, конечно, поначалу, когда я такое взял в руке, я думал, что вот этой частью тоже можно что-то регулировать. Но, оказалось, нет, то есть закручивается только вот эта сторона. То есть все положение клинка, это все регулируется шайбами. Вот, смотрите. Клинок стоит по центру. Просто потому, что шайбы так его по центру удерживают. Ну, все, закручиваем. Все, закрутили. Так, ну вот. Достаточно хорошо затянул. Ну-ка, попробуем. Открывается даже таким образом. Я не знаю, как это происходит. На настоящей парамилле, но здесь прям, ну... Вот, сами видите. Ну, я думаю, что, наверное, на настоящей милле это еще мягче все работает. Ну... Меня вполне устраивает. То есть, сами видели. Все очень неплохо. Вот он, пожалуйста. Как начать лайнер. Вы видели, насколько хорошо обработан материал. Насколько ровно лежит это все. Все, всем большое спасибо. До свидания.